Доброе утро! В 188-м километре трассы «Россия» был сбит мужчина, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Личность погибшего пока не установлена. Также не установлен совершивший наезд водитель автомобиля. Граждане, располагающие какой-либо информацией по ДТП, могут сообщить его по телефону 981-650. Чуть больше месяца остается до окончания срока подачи заявлений на выплату 25 тысяч рублей из средств материнского капитала. 30 ноября – последний день, когда новгородские семьи могут его подать. На сегодняшний день почти 8 тысяч новгородцев уже подали такие заявления. Причем половина обращений поступила в отделение пенсионного фонда в электронном виде. В последнее время ведомство активно развивает свои электронные сервисы. И большинство государственных услуг фонда теперь можно получить, не выходя из дома, на сайте через личный кабинет гражданина. В Великом Новгороде впервые проходит Олимпиада школьников Союзного государства России и Беларуси. Почти 200 школьников из двух стран будут бороться за звание знатоков русского языка и литературы. Первым этапом стало сочинение на темы, связанные с юбилеем Карамзина и годом российского кино. Надо писать хорошим русским языком, надо демонстрировать понимание нашей общности духовно-исторической и соответственно отразить свою личность в этом произведении. Все, никаких наворотов, что называется, не должно быть. В нашем городе заключительный этап Олимпиады школьников двух государств проходит впервые. После первого тура финальных испытаний ребятам предстоит выполнить комплексную работу по русскому и литературе. Итоги жюри огласит в четверг на церемонии награждения победителей. Сегодня с 9 до 17 часов в фонде капитального ремонта пройдет традиционная горячая линия. Получить консультацию специалистов можно по телефонам, которые вы видите на экране. А завтра последнюю октябрьскую прямую линию проведет региональная кадастровая палата Росреестра. Она будет посвящена вопросам качества услуг, предоставляемых гражданам кадастровыми инженерами. Задать свои вопросы можно будет с 10 до 12 часов по телефону 671-911. В парке 30-летия октября больше не будут устанавливать новогоднее дерево. Там посадили живую елку, которую каждый год будут наряжать к Новому году. Лесную ель высотой около 6 метров привезли в парк из Новгородского района. Транспортировали ее, а затем посадили с помощью специального автомобиля. Благодаря этому полутораметровая корневая система осталась целой, и теперь есть все шансы, что дерево приживется. Тем более за ним обещают хорошо ухаживать. Из года в год мы привозили из леса красавицу спиленную. Все-таки, занимаясь парками и занимаясь благоустройством, все-таки сохранением природной среды, у нас давно вынашивалась эта тема, чтобы посадить в парке 30-летия октября живую ель, красавицу, которая будет сама расти. И мы к этому потихонечку пришли. По технологии дерева в течение первых двух лет нельзя трогать, в том числе и вешать на него украшения. В связи с этим в нынешнем году отменена акция «Новогодний подарок любимому городу». В течение последних нескольких лет новгородцы своими руками изготавливали елочные игрушки и украшали ими лесную красавицу. Но когда елочка окончательно приживется, все желающие снова смогут развесить на ней свои разноцветные шары и звезды. На этом пока все. Далее прогноз погоды от центра Фобоса. Я прощаюсь и желаю вам хорошего дня. До встречи.